Когда мы смотрим на львов, величественно шагающих по саванне, может показаться, что между ними нет никакого общения, кроме рычания. Однако в этом скрывается сложная система сигналов и жестов, понятная только членам прайда. Львы создают целую симфонию движений, чтобы рассказать друг другу о своих намерениях и эмоциях. Важен каждый жест, начиная от положения хвоста и заканчивая мимикой морды. Одним из самых заметных способов общения является движение хвоста. Когда лев высоко поднимает хвост, это сигнализирует о любопытстве или уверенности. Напротив, опущенный хвост может указывать на подчинение или расслабленность. Более того, резкие движения хвоста могут быть предупреждением об агрессии или раздражении, позволяя другим львам понять, что стоит держаться подальше. Еще одной важной частью безмолвного общения являются глаза. Прямой взгляд может служить вызовом или проявлением доминирования, в то время как короткий, неряшливый взгляд часто означает покорность или желание избежать конфликта. Взмах головы в сторону может приглашать к игривой схватке, либо выражать недовольство. Положение тела тоже играет ключевую роль. Львы, стоящие бок о бок, демонстрируют союз или дружбу. Такая поза позволяет укрепить социальные связи и показать единство перед потенциальной угрозой. Напротив, демонстрация боковой части тела и разворот ушами назад являются предупреждением, что лев готовится к атаке или защите. Взаимодействие между львами невероятно тонко и многослойно. Даже самая малая перемена в движении может изменить значение всего послания. Телодвижение львов — это искусство, которое требует от них внимательности и осведомленности об окружающих. И хотя львы кажутся отшельниками, на самом деле они мастера общения, владеющие сложным языком тела. В следующих главах мы узнаем, как их звуки и запахи также играют важную роль в их повседневной жизни. Громкие и тихие. Звуковые сигналы львиной стаи. Львы известны своим грозным рычанием, но их вокальный арсенал гораздо шире, чем просто угрожающие звуки. Эти большие кошки используют не только громкие крики, но и тихие шепоты природы, чтобы передавать свои сообщения. Рык льва может быть услышан на расстоянии до пяти миль и служит не только для устрашения, но и для коммуникации на дальние расстояния. Таким образом, львы могут предупредить других членов прайда о своем местоположении или предупредить чужаков об опасности приближения. У львов также есть более мягкие вокализации, которые часто остаются незамеченными из-за своей тихой природы. Мягкое урчание и мурлыкание – это способ поддержания близости между членами прайда. Эти звуки часто сопровождают груминг или нежную игру, укрепляя социальные связи и подтверждая безопасность в группе. Иногда львы издают звуки, похожие на чихание. Эти короткие, резкие шумы явно выражают недовольство или раздражение, помогая избежать конфликтов через четкую, но не агрессивную коммуникацию. Среди менее известных звуков – тихое фырканье и шипение, используемое для предупреждения о приближающейся опасности или недовольстве. Это скрытые сигналы, которые помогают львам сохранить контроль над ситуацией и избежать ненужных столкновений. Поскольку звуковые сигналы львов так разнообразны, их можно рассматривать как музыкальную композицию, где каждая нота имеет свое значение и важность. Львы понимают язык звуков с раннего возраста, учась у старших членов прайда и овладевая искусным использованием каждого звука. Становится ясно, что звуковая коммуникация львов – это не только о рыках. Их вокальный репертуар сложен и многогранен, позволяя передавать широкий спектр эмоций и намерений. В следующей главе мы исследуем, как запахи могут служить столь же важным средством связи в этой невероятной социальной сети. Запах магии. Скрытые послания в воздухе. Наше путешествие в мир львиного общения продолжает удивлять и раскрывает еще одну важную грань их взаимоотношений – запахи. Казалось бы, что львы, как пастухи саванны, полагаются на запахи так же, как и на звуки или телодвижения. Это скрытые послания, которые остаются невидимыми для человеческого глаза. Но для львов они являют собой настоящую картину мира. Чтобы понять, как это работает, представьте, что «Повседневная жизнь льва» как книга, по которой члены Прайда читают об окружающем их мире. Львы обладают удивительно чутким носом, который способен уловить мельчайшие изменения в запахах. С помощью своих феромонов они оставляют сообщения другим членам Прайда, метя территорию или сигнализируя о своем настроении. Эти запахи помогают львам идентифицировать друг друга, что особенно важно для поддержания иерархии и идентификации членов группы. Нередко можно наблюдать, как львы обнюхивают друг друга, особенно в области морды и хвоста. Это помогает им узнать состояние партнера и понять, нет ли в стае скрытых угроз. Обнюхивания также укрепляют социальные связи, служат формой приветствия и подтверждают место каждого в социальной структуре Прайда. Ароматические метки также используют для предупреждения других львов о присутствии соперников или предупреждения о возможной опасности. Таким образом, запах становится своего рода невидимой сетью, связывающей всех членов Прайда. В этом тайном языке запах служит основой для общения, передает информацию, которую невозможно выразить звуками или жестами. Эта магия продолжается ежедневно. И хотя для нас все эти детали остаются скрытыми, для львов они становятся основой выживания и благополучия. Далее мы продолжим погружаться в захватывающий мир львиной иерархии и узнаем, как лидеры Прайда поддерживают свой статус и управляют группой. Социальные связи. Кто лидер в львином Прайде? Когда речь заходит о львиной иерархии, первенство в Прайде имеет огромное значение и играет ключевую роль в поддержании порядка и гармонии внутри группы. Во главе стаи обычно стоит доминирующий самец. И его статус подтверждается не только физической силой, но и умением управлять социальными взаимодействиями. Интересно, что лидерство может не всегда принадлежать одному льву на протяжении всей его жизни. Внутренние динамики могут приводить к смене власти, когда более молодой и сильный самец бросает вызов своему предшественнику, стремясь занять его место. Важную роль в иерархии играют также взрослые львицы. В отличие от самцов, они образуют ядро Прайда, часто оставаясь в нем на протяжении всей жизни. Это создает прочную основу для поддержания стабильности в группе. Львицы не только охотятся и заботятся о потомстве, но и активно участвуют в формировании социального порядка, демонстрируя силу, опыт и мудрость. Их связи и взаимодействия определяют многие аспекты внутренней политики Прайда. Молодые львы постепенно обучаются правилам иерархии, наблюдая за старшими и участвуя в играх и тренировках, которые помогают им научиться поведению, необходимому для выживания и роста внутри стаи. Это неизбежный процесс, который играет важную роль в подготовке следующих поколений к жизни в суровых условиях саванны. Интересно, что в Прайде редко возникают серьезные конфликты, поскольку каждый член четко знает свое место и уважает власть лидеров. Отношения внутри Прайда напоминают сложный танец, где каждый знает свою роль. Будь то через сложные ритуалы ухаживания или воспитание потомства, взаимосвязи между членами группы всегда показывают невероятную мощь и изящество коллективного существования. В последующих главах мы узнаем о том, как львы координируют свои действия для успешной охоты и как они разрешают конфликты, когда напряжение в Прайде достигает предела. Дружеские касания. Как львы проявляют привязанность. Продвигаясь дальше в изучении львиного общения, нельзя упускать из виду значимость физических контактов, которые характеризуют дружеские и социальные связи между членами Прайда. Дотрагивание и касание – это не просто проявление нежности, а целая система сигналов, с помощью которых львы выражают свои отношения и эмоции. Часто можно видеть, как львы трутся мордами друг от друга. Такое поведение служит знаком признания и подтверждением социальной близости. Это не просто мимолетное касание, а важный ритуал обновления связи и уверенности друг в друге. Не менее важны моменты, когда львы играют друг с другом, перекатываясь по земле, вцепляясь лапами и покусывая друг друга. Игра – это не только развлечение, но и способ научиться важным навыкам взаимодействия, которые понадобятся в будущем для охоты и защиты Прайда. Эти игривые взаимодействия помогают молодым львам развивать координацию и укреплять социальные связи с другими членами группы. Игры сопровождаются также дружескими укусами и легкими ударами лап, что помогает львам усваивать понятия меры в силе и агрессии. Кроме того, груминг – важная часть общения, когда один лев очищает шерсть другого. Это не просто забота о чистоте, а действо, укрепляющее доверие и показывающее привязанность. Чистка шерсти помогает также снять стресс, поскольку физический контакт способствует выработке эндорфинов, что делает его полезным не только социальной, но и с физиологической точки зрения. Груминг чаще всего производится между близкими членами Прайда, такими как мать и детеныши, или между парными самцами, подтверждая роль тесных связей в поддержании стабильности в группе. Таким образом, физические касания для львов – это не простая форма контакта, а важный элемент сложной системы социальных взаимодействий. Они укрепляют связи, способствуют обучению и помогают сохранять гармонию в Прайде. А что же происходит, когда эти социальные связи помогают в координации охоты и защите территории? В следующих частях нашего исследования мы откроем захватывающие аспекты координации действий львов в их естественной среде. Координация охоты. Секреты успешного нападения. Когда наступает время охоты, львы превращаются в идеальную машину для координации действий. Их тактика нападения – это не просто стихийная атака, а тщательно спланированное командное действие. В основе львиной охоты лежат налаженные коммуникационные механизмы, которые они развивают со самого раннего возраста, наблюдая за старшими членами Прайда. Охота начинается с тихого, едва уловимого взгляда между участниками, который подтверждает готовность к действию. Далее львы распределяются по своим позициям, создавая невидимую сеть вокруг намеченной жертвы. Каждый лев четко знает свою роль в этом процессе. Львицы обычно выступают в качестве основной ударной силы, поскольку они более ловкие и подвижные. Их задача – прокраситься как можно ближе к жертве, скрываясь в высокой траве и используя свое тело для минимизации шума. Тем временем львы-самцы, как правило, остаются в тылу, готовые совершить финальный бросок, при необходимости обеспечивая тем самым успешность операции. Когда жертва оказывается в капкане, львы начинают атаку с разных направлений, переговаривая с тихими приглушенными звуками и иногда даже невидимыми сигналами, чтобы координировать свои действия. Эти звуки настолько тихие, что они не пугают добычу, но достаточно ясны, чтобы другие члены прайда могли следовать общему плану. Львы могут даже привлекать внимание друг друга изменением направления хвоста или наклоном головы, что служит сигналом для изменения стратегии нападения. Процесс охоты оказывается сложным и умелым действием, где точность и синхронность имеют первостепенное значение. Успешная охота требует не только физической силы, но и стратегического мышления и доверия между членами прайда. После захвата добычи львы быстро обмениваются местами, чтобы избежать столкновений и эффективно распределить пищу среди всех участников. Такое взаимодействие показывает, что их способность к социальной координации – это залог не только их выживания, но и стабильности всей структуры прайда. И хотя охота требует значительных усилий, она укрепляет социальные связи и подтверждает важность командной работы в дикой природе. В следующей главе мы исследуем, как львы справляются с внутренними конфликтами, которые неизбежны в жизни любого коллектива. Разрешение конфликтов. Как львы решают споры. Внутренние конфликты в прайде львов не редкость, но они редко перерастают в серьезные столкновения благодаря сложной системе разрешения споров. Одним из ключевых способов избежать эскалации является демонстрация доминирования или покорности, что позволяет львам четко обозначить свои позиции в иерархии. Когда напряжение растет, львы могут использовать зрительный контакт и положение ушей, чтобы выразить недовольство или желание избежать конфликта. Прямой и настойчивый взгляд часто используется как предупреждение, в то время как отворачивание головы и прижатие ушей к голове выражают покорность. В некоторых случаях, если напряжение продолжает нарастать, львы могут прибегнуть к схваткам, которые, как правило, ограничиваются демонстрацией силы, а не реальными ранениями. Такие стычки часто сопровождаются громкими рыками, рычанием и шипением, чтобы показать, кто из них обладает большей силой. Важно отметить, что львы стараются избегать серьезных травм, так как это может поставить под угрозу всю стаю. Поэтому подобные драки обычно заканчиваются, как только один из участников уступает другому. Часто, чтобы восстановить мир и сбалансировать энергию внутри группы, львы прибегают к дружеским касаниям и грумингу. Это помогает снять напряжение и укрепить доверие между членами прайда. Важно отметить, что подобные умиротворяющие действия часто инициируются более опытными и старшими членами стаи, которые понимают, насколько важна гармония в группе для успешного существования. Они играют роль своеобразных арбитров, способных успокоить молодое поколение и предотвратить дальнейшие конфликты. Эта система разрешения конфликтов показывает удивительное социальное устройство внутри прайда, где каждый знает свои роли и обязанности, что позволяет группе существовать без серьезных раздоров. Это не только свидетельство мастерства общения. Но и ключевой аспект выживания в суровых условиях саванны, где каждый участник прайда играет важную роль в общей стабильности и успехе. Такие взаимоотношения подчеркивают, насколько важны сотрудничество и взаимное понимание для львов и почему их социальная структура считается одной из самых уникальных в животном мире. Технологии играют все более важную роль в изучении львов, раскрывая новые аспекты их общения и поведения. Современные методы наблюдения позволяют ученым заглянуть в мир этих величественных существ и понять, как они взаимодействуют друг с другом. Одним из ключевых инструментов являются GPS-ошейники, которые отслеживают перемещение членов прайда. Эти устройства помогают исследователям наблюдать за тем, как львы координируют свои действия во время охоты и перемещаются по территории в поисках добычи. Кроме того, камеры ночного видения и автоматические камеры ловушки позволяют фиксировать моменты, которые были бы недоступны для человеческого глаза. Эти технологии обеспечивают уникальную возможность наблюдать за львами в их естественной среде обитания в любое время суток, предоставляя важную информацию о том, как они общаются в темное время суток или в условиях, когда визуальные сигналы менее заметны. Записи с таких камер помогают детально изучать вокализации и звуковые сигналы, определяя, какие звуки и в каких ситуациях используются львами. Анализ собранных данных с помощью искусственного интеллекта дает возможность выявлять сложные паттерны в поведении львов. Например, алгоритмы могут сопоставлять временные ряды данных и определять взаимосвязи между различными типами коммуникаций, такими как звук и запах, в зависимости от окружающих условий. Эти технологии позволяют получить более полную картину того, как львы взаимодействуют друг с другом и как они приспосабливаются к изменениям в окружающей среде. С помощью таких исследований ученые получают новые методы для сохранения львов и их среды обитания. Постигая тонкости львиного общения, мы можем не только лучше заботиться о текущих популяциях, но и предвидеть изменения в поведении, вызванные внешними факторами, такими как изменение климата или человеческое вмешательство. Таким образом, технологии не только расширяют наши горизонты знаний, но и играют ключевую роль в долгосрочном сохранении этого уникального вида.